Всем привет, ребят! Итак, сегодня я решила снять видео о покупках, так что, если вам интересно, то пересаживайтесь поудобнее, и давайте же уже начнём. Итак, я хочу начать сначала с канцелярии. Сначала покажу вам, ну, блокнотики, всякие такие няшности, милашности. И да, кстати, у меня всё находится вот в такой вот коробке, так что покупок будет много, но попытаюсь всё как-то быстренько уложиться. Итак, я вам быстренько покажу. Вот я показывала в прошлом видео наклеечки вот эти, но покажу снова, просто они мне безумно нравятся, они очень прикольные. И, собственно, я их покупала в детском мире. И да, ссылочку на видео прошлое я обязательно оставлю вам в описании. Итак, следующее. Это был вот такой вот блокнот. Надеюсь, вам будет видно, хорошо свет падает, надеюсь. Вот, это у нас такая тетрадь со сменными блоками. Я здесь уже начала кое-что писать, вести. Вот, поэтому могу вам посоветовать. Но, как видите, такая обложка, это более, наверное, такой осенний вариант. Не знаю, посмотрим. Итак, следующее, что тут попадается сразу. Это вот такие вот фломастеры. Здесь 24 цвета. От фирмы Silverhof. Я знакома с этой маркой, в принципе, нормальные вещи у них. Вот, фломастеры очень классные. Ну, это, конечно, такой закос под настоящий такие вот фломастеры. Не знаю, какой фирмы, правда. Вот, это вот такие вот тоненькие, да, они. Так что присмотритесь, фломастеры, в принципе, в общем, даже ничего. Итак, еще с такой тематики рисовашек. Это вот такие карандаши от фирмы Kids Fantasy. Я их покупала в фикс-прайсе. В принципе, как бы, ну, посмотреть, какое у них будет качество. В принципе, мне понравилось. Качество хорошее, но, не знаю, есть 18 штучек. Вот скажите мне, как, в принципе, 50 рублей дешево давать или, наоборот, очень даже дорого. Их нравится ли кому-нибудь, а не кто пробовал. Из этой же марки Kids Fantasy я прикупила вот такие вот мелкие. Здесь 24 штучки. Вот. В принципе, нормальные. Пробовала, может быть, их всего пару раз, но сложилось впечатление о том, что мне они очень даже понравились. И они такие разноцветненькие, с животными. Очень все так мило, красиво. Так что всем могу посоветовать. Так, еще один вот такой блокнот. Здесь 80 листов. Он настолько яркий, такой сочный, летний. И я оставлю его до лета. Я его уже веду. Это у меня идет как смешбук. Здесь у меня, в общем, всякие разворотики. Да, если вы, кстати, хотите видео на такую тематику, то обязательно скажите, я буду снимать, потому что мне хочется, но все никак руки не доходят до этого. Итак, что у нас еще здесь? А, вот из такого канцелярского. Я показывала в видео, тоже ссылочка будет в описании, о посылочке. Вот такой ножик канцелярский оранжевый. Собственно говоря, это обычный нож, но мне просто его не было, и я его приобрела себе. И сейчас, конечно, для посылок он мне теперь, как он тут, вот, будет очень даже нужен. Так что всем могу посоветовать. Самый обычный канцелярский нож. Вот. Что у нас здесь еще есть из такого? Вот. Это такие штампики. Я прикупила их 14 февраля, но никуда их не использовала. Оставлю их до 8 варта. Украшать открыточки какие-то, в общем, делать такие надписи везде. Будет очень даже удобно. Здесь 12, но сразу же куда-то один у меня этот штампик укатился. В общем, разные здесь есть. И вот такая красная краска. Ну, собственно, цвет такой любви. Это 14 февраля же было. Поэтому оставлю. Пригодится мне, надеюсь. И так. И последнее, да, скорее всего. Это вот такая... Вот такая закладка. Она очень, мне кажется, прикольная. Такая вся. Вот. И... Я покупала в конецтоварах. В таком магазине специальном. Там была, по-моему, еще зайка. Но этот мне, по-моему, понравился больше. Как вам, кстати, напишите. Закладки люблю. Вот такого формата. Очень прикольная. Итак, идем дальше. Идем дальше. Вот, кстати, вот здесь вы можете видеть вот такую вот свечку. Это... Вот здесь вы можете видеть вот такую вот свечку. Это свечка от Glade. Мне она безумно нравится... Мамочки! Этот аромат... Здесь у нас яблоко, корица. Ну, что такое штрудели, вот мне отдает. Настолько зимний новогодний аромат. Вот видите, да, наверное, в какой упаковочке. Вот. И здесь, кстати, мне горит елочка, потому что все-таки у меня еще до сих пор такое зимнее, новогоднее настроение потрясающее. Вот такое вот радостное настроение. Итак, из такого тоже среднего какого-то украшения. Это была вот такая вот розочка. Вот такого вот она цвета. Очень красивая, если кому-то подарить. Но 4 с февраля прошло. И, собственно говоря, я покупала ее просто так, для того, чтобы украсить дом. Комнату свою украсить. И очень она классная. Сейчас я покажу. Так что, если что, присмотритесь. Может быть, кому-то понравилась такая идея, как в качестве подарка на 8 марта. Это у нас тут бюгер получается. Вот. Она горит разными цветами. Так что обязательно присмотритесь. Ну что ж, идем по таким всяким девичьим штучкам. Итак, у нас здесь вот такая вот штука. Все знакомы. Это такие флэш-тату. Ой, как тут все так блестит у меня в комнате. Просто у меня включено освещение. И света как бы больше нет. Вот. И здесь у нас, значит, два таких листочка. Уже немножко повырезала. Летом они были просто нашумевшие. Ну, как всегда, до меня доходит в конце. Но мне, в принципе, они очень даже понравились. Так что я на лето себе таких еще накуплю. Вот. Кажется, у них хорошие. В принципе, самые обычные. Сейчас везде, где их только нету. Итак. Еще что такое. Вот. Вот такая пилочка от Zinger. Она четырехсторонняя. Очень классная девчонки. Кто занимается маникюром, всякими этими делами дома, то она вам, безусловно, будет нужна. Она имеет большую роль. Поэтому затачивание, запиливание, полировка, все здесь в ней находится. Zinger, я доверяю этой марке, очень проверенный продукт, поэтому всем советую. Итак. И что у нас еще осталось? Здесь, осталось у нас здесь вот такая штука. Это у нас, ну, тут развалилась упаковочка. Это у нас такие вот шпильки, да, или как они? Да, шпильки. Вот. И они вот с такими сердечками с двумя. Я купила разных цветов. Буду какие-нибудь причесочки делать. И пока что две, может, потом прикуплю. Вот. Так что такие довольно милые. Так что могу всем посоветовать. Ага. Итак, переходим к косметике. Итак, что ж, давайте перейдем к уходу сначала. Это вот такая вот маска для волос, морошковая. От бабушки Агафьи. С витамином С. Аромат, конечно, ее я вам вообще, как это... Ой, не советую даже приюхиваться к нему. Но эта маска потрясающая. Что она делает с волосами, вам нужно только попробовать. И, пожалуйста, присмотритесь к ней. Маска просто шикарнейшая. Всем советую. Мой must-have. Итак, что у нас тут есть еще по уходу. Вот такая маска для лица. Очищающая от фирмы Флоресан. Я люблю их маски. Они просто разные, по разному назначению есть. Еще у меня ее прикупила антистрессовая. Это просто очищающая. Но где-то я ее положила. Я ее еще пока не использовала. Вот. Вот это могу всем посоветовать. Классная. Самая обычная маска. Вот. Такой хорошенький слой. И прекрасно вообще. Кожа стала безумно нежной и мягкой. Идем дальше. Следующая. Это вот такая вот щеточка. Хотела показать. Вот. Она таким образом выглядит. Классная. Но она такая, знаете, для такого прям обеленного пилинга. Для такого хорошего скрабирования вашего лица. С скрабом она идет просто отлично. Розовенькая девичья. Кстати, как такая, знаете, тема хорошая. Если вы хотите что-то подобное подарить на 8 марта. Мне кажется, девушка обрадуется. Потому что всегда такие вещи нужны. И, кстати, насчет скрабов. Вот такой скраб от чистой линии с абрикосовыми косточками. Мне безумно понравился. Он одно время, вот совсем недавно, был просто нашумевшим продуктом на YouTube. И я, как всегда, опять в конце. Но я сейчас попробовала. И мне безумно понравилась эта вещь. Вот. Могу всем посоветовать. Аромат тоже просто потрясающий. Идем-с. Уже ближе к концу подходим. Поговорим о двух таких средствах. Первое, это тональное средство от Maybelline. Называется Dream Nude Mousse. Я в него просто влюбилась. Это такой действительно мус. У меня он в золотисто-бежем оттенке 0.30. Вот. Это лимитированная версия, коллекция. Так что я уже нигде ее не прикуплю. Но мне настолько понравился он, что я бы еще прикупила. И я уже привыкла к нему. Поэтому я в него просто влюблена. Еще насчет тональников. Вот такой вот BB-крем. Я точно не знаю, что это за марка. Но могу вам сказать точно, что в принципе я в ней не разочаруюсь. Я уверена. Моя кожа реагирует на все хорошо. Вот. Вот такой BB-кремик. И что я хочу сказать. Конечно, пока он темноват для меня. Конец весны, лето. Уже начало лета, да. Будет он мне хорошо. Поэтому вам потом как-нибудь где-нибудь расскажу. Может быть в моих фаворитах он появится. Итак. Чтобы замазывать какие-то синячки и круги под глазами, нам поможет консилер. Либо же корректор. В данном случае у меня вот такой консилер от Evelyn. По-моему это оттенок 03. Я не помню. Вот. Он мне безумно нравится. Классненький такой. Ну, собственно говоря, самый обычный консилер. Поэтому, девчонки, присмотритесь. Вещь очень классная. Итак. Ну, в принципе, уже подошли к концу. Вот такая вот тушь. Икс-5. Это подкручивающаяся. От фирмы Рута. Очень классная тушь. Мне безумно понравилась. У нее, знаете, какой-то такой необычный аромат. Кофейный. Может быть, это плохо. Но мне, наоборот, он нравится. И, собственно, за ее цену. То есть, вы за те же деньги, в принципе, и Maybelline купите. Или какие-то еще похожие. Art Visage. Как я знаю, такие нашумевшие. Буржуа. Но вот эту тушь, она вот с ним не сравнится. Потому что она действительно офигенная. Она действительно делает подкручивание, объем. И я просто сейчас в нее влюблена. Это, кстати, новинка. Поэтому присмотритесь. Итак, глазки. Еще хочу показать вот такую палеточку. От Catrice. В оттенке 0.10. Здесь такие шиммерные довольно-таки цвета. Но, в принципе, они очень хорошо пигментируются. И поэтому я могу вам их посоветовать. Такая у них, знаете, порошковая, ну, обычная консистенция. Вот. Поэтому, да. Не знаю, вот, как вам подойдет. Но, не знаю. Скорее всего, летом они, конечно, не подойдут. Такие блестящие. Я ближе уже сейчас подхожу к каким-то матовым оттенкам. И последняя вещь, которая находится у меня на губах. Может быть, если вы заметили. Это вот такая помада от Mary Kay. Это оттенок 18-й. Но я не знаю, что это за коллекция. Их там, наверное, много всяких, да. Вот. Ой. Вот такой оттеночек. Мне безумно нравится. У нее такой обалденный аромат. Вот. Я просто в нее влюблена. Это, конечно, такой, знаете, относящийся более, наверное, к осени аромат. Ну, и что-то такое весеннее. Поэтому сейчас, конечно же, я беру из-за него. Буду им пользоваться. Очень классно. Эта помадка еще и увлажняет губки. Так что супер вещь. Ну, что ж, девчонки. Я вам показала такие, ну, классные, наверное, вещицы. Которые, собственно, накопились у меня за последнее время. Это, конечно, не все. Это половина того, что бы я вам хотела показать. Но обязательно будет скоро вторая часть. Так что ждите. И да, если вы, кстати, хотите видео о маникюре. Ну, как бы о лаках, да. Вот какие у меня лаки есть. Там наклейки, всякие пилочки, всякие какие-то уходовые средства за руками. Обязательно мне скажите в комментариях. Или просто поставьте большие пальчики вверх. Я буду очень рада снять видео на такую тематику. Потому что ничего подобного у меня на канале еще не было. Итак, надеюсь, вам это видео было интересно. Спасибо за просмотр. Все ссылочки в описании. Ну что ж, до новых встреч. Всем хороших праздников и выходных. Пока-пока.